Буду говорить по-английски. Несмотря на то, что основное обучение проходило как раз у Аарона Бека, со временем я понял, что никто не приходит в психотерапию просто потому, что у него есть какие-то иррациональные мысли. Люди всегда приходят в терапию из-за тех эмоций, которые они испытывают. И наш эмоциональный спектр очень велик. Он простирается от счастья до полного безумия. Любовь, близость, интимность, сексуальность. Радость. Ощущение, что нас никто не понимает. Чувство отчаяния и горя. Я помню, как несколько лет назад я был в Риме и посетил вот эту церковь. И там меня захватило, полностью поглотило вот это ощущение невероятной красоты. И там я вспомнила о моей матери, которая умерла несколько лет назад. И я помню, что когда моя мама умирала, я как-то говорил с одним моим коллегой, тоже когнитивным терапевтом. И во время нашего разговора я начал плакать. И тогда он мне сказал, что он в взрослом возрасте никогда не плакал. Ни разу. И тогда я подумал, вот чего не хватает в когнитивной терапии. Вот этой трагедии, эмоции, которыми наполнена наша жизнь. Потому что жизнь по природе нерациональна. В ней есть страдания. Ужасные вещи, которые люди совершают друг с другом. Есть очень много хаоса. В ней присутствует чувство, что те люди, которых ты любишь, уже больше никогда не вернутся. И это универсальные эмоции, которые есть у всех нас. И мой подход начинается с привязанности. Многие из вас, наверное, видели такое видео, которое называется «Застывшее или каменное лицо». Это эксперимент, который был проведен в Гарвардском университете, и участвовали в нем матери и их малыши. И исследователи в этом эксперименте просили маму улыбнуться ребенку. И тогда ребенок всегда улыбался в ответ. Потом маме говорили «Отвернитесь от ребенка». И когда вы снова повернетесь к нему, сделайте так, чтобы у вас на лице не было совершенно никакого выражения. С каменным лицом. И тогда ребенок начинал плакать, чтобы добиться от матери какой-то реакции. И вот это и есть самое начало подтверждения, установления связи. Именно поэтому для нас так важно знать, что другой человек понимает наши эмоции. И вот на этом слайде по лицу этого малыша вам это очень хорошо видно. Много лет назад У одного мальчика был брат по имени Майкл, и мать любила Майкла. Но не так сильно любила Джеймса. Майкл попал в автокатастрофу и погиб в ней. И Джеймс пытался привлечь внимание матери, пытаясь говорить таким же голосом, как Майкл. И даже одеваться, как Майкл. И однажды вечером мать уже легла в постель, и тогда Джеймс зашел к ней в комнату, и мать спросила у него, это ты, Майкл? И Джеймс ответил, нет, это я, Джеймс. Этим мальчиком был Джеймс Берри, писатель, который стал автором книги о Питере Пенне. И история Питера Пенне, это, по сути, история самого Джеймса Берри, то есть история о мальчике, который так никогда и не повзрослел. О мальчике, который так никогда и не ощутил материнской любви. А большей трагедии представить себе невозможно. Одна из вещей, о которых я буду говорить, это то, как мы поднимаемся вверх по лестнице, ведущей к высшему смыслу. На следующих слайдах вы вяжете несколько книг, которые я написал. Некоторые из них переведены на русский. Эмоциональная регуляция в психотерапии. Как справиться с сопротивлением в когнитивной терапии. Тревожные расстройства с трудом поддающейся терапии. Техники когнитивной терапии. Вот эту книгу скоро переведут. Лекарства от ревности. Итак, для начала давайте поговорим о тех разных теориях, которые существуют по поводу происхождения эмоций. Слева вы видите различные эндарвинистские теории. Которые говорят нам о том, что эмоции являются врожденными. Такие эмоции, как привязанность или, например, страх высоты. Страх незнакомых людей. И каждая эмоция рассматривается как способ адаптации. Тревожность и страх имеют защитную функцию. То есть, например, страх высоты защищает младенца от падения. Страх сепарации защищает ребенка от разлуки с матерью. Таким образом, он остается с ней в связи. То есть, мы видим, что в каждой культуре присутствуют одни и те же эмоции. Но, с другой стороны, эмоции являются и социальным конструктом. Я пишу некоторые исторические и культурные различия, которые существуют в проявлении эмоций. Это когнитивная часть теории эмоций. Когда мы обучаемся правилам проявления эмоций. Мы обучаемся тому, как мы оцениваем разные эмоции. И ощущаем себя членами различных эмоциональных сообществ. Например, вы можете спокойно выражать сильные эмоции дома, но не на работе. И я убежден, что обе эти модели достоверны. Например, за последние 200 лет появилось очень четкое разделение между общественной, публичной жизнью и личной жизнью. Какие эмоции мы можем проявлять в обществе и какие эмоции мы можем проявлять только в нашей личной жизни. И люди также учатся тому, что если вы женщина, то вы должны испытывать определенные эмоции. Если вы мужчина, то вам лучше испытывать другие эмоции. И вот этот момент как раз меняется. Но во многих культурах до сих пор ожидается, что мужчины будут проявлять интерес к конкуренции, будут иметь амбиции. А от женщин же ожидается тепло, привязанность, близость. Хотя, разумеется, все люди, вне зависимости от пола, способны как на какие-то конкурентные вещи, так и на способность к теплу и близости. В последние 150 лет в США и Великобритании произошли очень большие изменения относительно того, как воспитывают детей в эмоциональном отношении. В 19 веке и в Англии, и в США были такие книжки для мальчиков, в которых говорилось, что для мальчика нормально испытывать страх, если же он, конечно, готов столкнуться лицом к лицу с объектом этого страха. То есть, другими словами, мальчику можно бояться до тех пор, пока он готов при этом проявить смелость и встретиться лицом к лицу со своим страхом. Однако, начиная с 20-го годов, 20-го столетия, и в Америке и в Великобритании акцент воспитания сместился, и стали больше внимания придавать избеганию. So, John Watson, an American psychologist, similar to Pavlov, said that fears are learned, so we should avoid anything that makes children anxious. So, this led to, you know, avoiding difficult experiences and difficult emotions, and the idea that it was always bad to be anxious and to be uncomfortable. То есть, основная идея состояла в максимальном избегании любой тревожности, любого страха и любых ситуаций, которые могли бы это спровоцировать. Psychoanalytic theory also added to this fear of difficult emotions. И этот страх сложных, трудных эмоций стал еще сильнее, благодаря влиянию психоаналитической теории. There was an emphasis on reassurance in telling the child that he or she will be okay. Потому что там придавалось очень много значения поощрению и заверению ребенка в том, что с ним все будет хорошо. It's the rise of overprotection. И вот отсюда и появилась вот эта тенденция к гиперопеке. We can see historical changes in how people think about jealousy. То, как меняется отношение к эмоциям на протяжении истории, можно рассмотреть на примере ревности. So, for example, in the 17th century, with the rise of the romantic movement, jealousy was a good thing. So, if you were a man and you loved a woman, and somebody else was trying to get her, you were expected to be jealous. То есть, если вы мужчина, и кто-то другой пытается увезти вашу женщину, то от вас ожидалось, что вы обязательно будете ревновать. And you might actually kill the other person. И на основании этого можно было даже убить соперника. However, in the 19th century, with the rise of the Victorian family, there was a great deal of emphasis on harmony and peace at home. Однако, в 19th century, с появлением такого понятия, как викторианская семья, викторианскую эпоху, очень много значений начали придавать гармонии и мирному сосуществованию дома в семье. So, anything that led to intense emotion was to be avoided. And in the 20th century, we have the rise of women, in the 21st century, in the 20th century, the rise of women's rights and the sexual revolution. And so today, people are told that they should never feel jealous. И поэтому сегодня людям говорят, нет, вы не должны испытывать ревность. Even though everybody does. Хотя все ревнуют. The same thing you can see in the history of the emotion about ambition, trying to get ahead. То же самое мы можем видеть на примере амбициозности и честолюбия. Throughout the Christian tradition, ambition was viewed as a bad thing. В христианской традиции, честолюбие рассматривалось как грех, как нечто плохое. In fact, in Adam and Eve, Adam fell because he was ambitious. И грехопадение Адама случилось именно из-за его честолюбия. И в Божественной комедии Данте те грешники, которые были честолюбивы, они помещены в один из кругов ада. Но в 18-м, особенно в 19-м веке, появилось вот такое понятие, как человек, который сделал себя сам. То есть человек, который должен всего добиваться своими силами, чтобы добиться социального роста. Поэтому в эпоху индустриализации и развития капитализма очень как раз большое внимание придавалось тому, чтобы человек был амбициозен и честолюбив. Поэтому на сегодняшний день, если человек не амбициозен, его считают ленивым и неудачником. И мне хотелось бы сегодня обсудить с вами социально-когнитивную модель эмоций. Эмоции вызываются оценками, какими-то оценочными суждениями. Например, если вам становится одиноко, то это чувство одиночества может вызвать у вас мысли, например, «мне всегда одиноко» или «я неудачник». И эмоции являются как личностным явлением, так и межличностным. Поэтому я могу поделиться с вами своими эмоциями, а вы можете поделиться со мной своими. И то, что мы думаем относительно наших эмоций, также подвержено когнитивным искажениям. Например, у нас может появиться мысль, что я никогда не должен чувствовать себя одиноко. Или же «мне всегда одиноко», «я всегда один». Также у каждого из нас есть какие-то свои теории о том, что вызывают эти эмоции. Являются ли наши эмоции легитимными? «Имеем ли мы право испытывать гнев, ревность или отвращение?» «Считаем ли мы, что наши эмоции будут длиться вечно?» «Считаем ли мы, что мы не контролируем эмоции?» «Считаем ли мы, что наши эмоции будут длиться вечно?» И все эти теории, которые у нас есть, мы применяем их относительно наших собственных эмоций, а также относительно эмоций других людей. Поэтому, например, если ваш партнер расстроен, вы можете в этот момент подумать, что это состояние у него будет продолжаться вечно. Или же вы можете подумать о том, что не стоило ли ей быть более рациональной постоянно. Или мужчина может подумать о своей партнерше, что он должен помочь ей перестать испытывать эти эмоции. И наши исследования показывают, что именно такие концепции по поводу того, что должен чувствовать партнер и как именно он это должен чувствовать, являются причинами примерно 50% несчастливых браков. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш супруг или супруга почувствовали себя несчастными в браке, вы можете просто им сказать, что они не имеют права испытывать те эмоции, которые они испытывают, что таких эмоций, которые они испытывают, больше нет ни у кого, и так чувствовать нельзя. И тогда вы оба будете несчастны. Если же вы хотите, чтобы партнеру стало лучше, тогда надо сказать, что их эмоции имеют смысл. Что вы хотите, чтобы он рассказал вам о своих чувствах. И что он испытывает эти эмоции, потому что происходит нечто важное для него. Что ему не нужно избавляться от этих эмоций. И что когда партнер говорит с вами о своих переживаниях, вы чувствуете большую близость с ним. Как думаете, сработает? Очень интересное убеждение, которое у многих из нас есть относительно эмоций, состоит в том, что нам кажется, что эмоции будут продолжаться вечно. Однако любая возникающая у нас эмоция является временной и приходящей. Любая из тех эмоций, которые вы испытывали вчера, возможно, не присутствует у вас сейчас. Как же так получилось, что в ходе эмоции мы пришли вот к этому убеждению, что интенсивные эмоции будут продолжаться бесконечно. I think the reason is that if we have an intense emotion like fear, and the fear is about a tiger, you better think that that emotion is going to go on forever until you run away. Мне кажется, все дело в том, что когда мы испытываем интенсивную эмоцию, например, страх, допустим, это страх тигра, то лучше, чтобы мы считали эту эмоцию бесконечной до тех пор, пока мы от тигра не убежим. Can you imagine our primitive ancestors 100,000 years ago in the jungle, where there are tigers, saying, well, the probability that that's a tiger is 20%? Представьте себе наши предки в далеком-далеком прошлом, где-то в джунглях, встречаются с тигром, смотрят на него и говорят себе, ну, вероятность того, что это действительно тигр составляет примерно 20%. I'm going to practice my mindfulness tiger mantra. Tigers are just pussycats. I like pussycats. That ancestor would have gotten eaten up for lunch. Этого предка очень быстро съели бы на обед. So better safe than sorry. Поэтому, как говорится, береженого Бог бережет. Emotions, strong emotions, to be, to protect us, to protect our ancestors, had to scare the hell out of them. Поэтому нашим древним предкам необходимы были очень сильные эмоции, потому что иначе они бы не испытали достаточную степень страха для активных действий. Nobody was practicing mindfulness 100,000 years ago. Потому что тысячи лет назад про mindfulness еще никто не знал и не практиковал. They were starving and running from tigers. Потому что основными их занятиями было нахождение пищи и убегание от тигров. It was only the neurotics who survived. Выжили только невротики. So these are some fancy words that psychologists use about cognition and emotion. The first one is called affective forecasting, or predicting your emotion. We tend to predict that whatever emotion we think we're going to have is going to last forever. Мы склонны думать, что какая бы эмоция у нас ни возникала, она будет продолжаться вечно и будет негативной. So people think, if I get divorced, I'll be unhappy forever. Например, люди думают, если я разведусь, я буду вечно несчастен. Or, if I get divorced, I'll be happy forever. Или, если я разведусь, я всегда буду счастлив. Это следующий фактор, фокализм, который состоит в том, что мы концентрируемся на каком-то одном конкретном аспекте и дальше генерализуем его на все остальное. Мы склонны думать, что события, которые произойдут, окажут огромное влияние на нас. So people think, if I'm living in a cold climate, and I move to Florida, I'll be happy forever. And then they get eaten by an alligator. We tend to think that our emotions are durable, they're long-lasting. We tend to ignore the things that we can do to change our emotions. Также мы склонны игнорировать то, что мы на самом деле можем сделать для того, чтобы свои эмоции изменить. So somebody who gets divorced, doesn't think, well, if I get divorced, maybe I'll have new relationships. То есть, например, человек, который находится в бракоразводном процессе, он в этот момент не думает о том, что, может быть, вот я разведусь, у меня появятся новые отношения. Or maybe my work will be enjoyable and meaningful to me. We also tend to view our emotions in a very short-term perspective. И также мы склонны эмоции всегда рассматривать в очень краткосрочной перспективе. So we tend to look for short-term gains. One technique that I use with my patients is to ask them to think about their future self one year from now. So, for example, if somebody is out of shape and they need to lose 25 pounds, they might think, I'll go to the gym, but it'll be so unpleasant, it's not worth it. Например, если у человека есть проблемы с избыточным весом, ему нужно, ну, не знаю, там, скажем, 12 килограмм сбросить, но он при этом думает о том, что ему нужно для этого ходить в спортзал, и эти мысли его совершенно не радуют, и он решает, что это того не стоит. They're thinking about how they're going to feel in the next hour. О чем при этом думает человек? О том, что он будет ощущать в следующий час, в следующие часы. And if they haven't worked out in five years, and they go to the gym, they will feel terrible in the next hour. And if they haven't worked out in five years, and they go to the gym, they will feel terrible in the next hour. I ask them, if you get into a time machine, and you go one year in the future. Но если вы в этот момент человеку предлагаете, как бы, зайти в воображаемую машину времени и перенестись на год вперед, and your future self is talking to you now, and your future self is talking to you now, what would your future self say? Your future self might say, work out five times a week for a year, then you'll feel better. A lot of what we do in cognitive behavior therapy is to help patients get used to feeling bad. We ask them to do exposure therapy, which makes people feel terrible. We ask them to engage in behavior activation, engaged in new behaviors. That makes them uncomfortable. So I tell my patients one of the goals in therapy is to get used to being uncomfortable. Because the long-term benefits are important. So we can think about stress and emotion this way. Let's say we have a stressor, a difficult circumstance. Допустим, у нас есть некоторый стрессор, какие-то сложные обстоятельства. And we think about that as a threat. Которые мы воспринимаем как угрозу. And then we think, how can I cope with it? И далее мы думаем, что я могу с этим сделать? And if I think I'm not going to be able to cope with it, then I might feel lonely and anxious. И вот если в этот момент я понимаю, что ничего я с этим сделать не могу, я могу начать чувствовать себя одиноким или испытывать тревогу. This is the model that Richard Lazarus advanced years ago. Эту работу Richard Lazarus разработал много лет назад. But I would add another element here. Но мне бы хотелось добавить сюда еще один элемент. Which is what I call emotional schemas. Которые я называю эмоциональная схема. Which are my beliefs about my emotion. Эмоциональная схема — это мои убеждения по поводу моих эмоций. So if I feel anxious, will I think then that my anxiety is going to go on forever? То есть, когда я испытываю тревогу, о чем я дальше думаю? О том, что моя тревожность будет длиться вечно? Or that my anxiety will keep me from getting anything done? Или что эта тревожность будет настолько сильной, что она помешает мне делать то, что я должен сделать? These emotional schemas are beliefs about my emotion or the emotions of other people. То есть, эмоциональные схемы — это мои убеждения о своих собственных эмоциях и о эмоциях других людей. So when you feel anxious or sad, what do you do next? Итак, когда вы испытываете тревожность, грусть или гнев, какие ваши следующие действия? Do you drink vodka? Выпить водки? Probably. Может быть. Что вы думаете о своих эмоциях? Что вы не должны чувствовать то, что вы чувствуете? Что вы не контролируете то, что вы чувствуете? И как вы думаете, что думают другие люди о ваших эмоциях? So this is the model of emotional schemas. So let's say we have a man who's going through a breakup. There is a man who's going through a breakup. He's been going out with Mary for six months. And she sends him a text message saying that I don't want to see you again. Don't contact me. And she sends him a text message saying that I don't want to see you again. Don't contact me. So he feels angry. He feels anxious. Maybe he has sexual fantasies. He feels sad. И тогда он испытывает гнев, тревожность. У него есть какие-то сексуальные переживания. Возможно, он испытывает грусть. But let's say he thinks those are normal emotions in a breakup. Но, допустим, что наш герой считает, что это нормальные эмоции при расставании. And he says I can accept that those emotions are emotions that come with breaking up. And then he can say that these emotions испытывают люди, которые расстаются с партнером. Those are normal emotions. I can express my feelings with my friend and get validation. I can link my emotions to the value that I have that I want to have a meaningful relationship. I'm not a superficial person. So this person has all those emotions but doesn't come to therapy because they normalize their emotions. But another person going through a breakup might think I have to get rid of those emotions. I have to avoid them. So they binge eat or they drink. They use drugs because they fear that they'll lose control or their emotions will go on forever. They might feel guilty or ashamed about the emotions that they have. that other people don't have those feelings. They may think I should only feel one way that my emotions don't make any sense. that I cannot accept my emotions. That I should be rational all the time. Because my emotions are problems. And I've got to get rid of those emotions. So I begin ruminating or worry or blame other people or avoid. There are lots of different ways in which we can handle our emotions. Some are useful and some are not useful. So avoidance. We can avoid places that remind us of difficult experiences but that reduces our life. Например, избегание. Мы можем, к примеру, избегать тех мест, где мы переживали какой-то сложный опыт, но это приведет к тому, что наша жизнь станет более бедной. We can try to suppress our emotions or distract ourselves or worry or ruminate. Беспокоиться, руминировать на этот счет. But helpful ways of dealing include getting social support. Более эффективные способы работы с эмоциями это социальная поддержка. Activating behavior, getting out and doing things. Поведенческая активация, когда мы просто встаем и идем что-то делать. Cognitive restructuring, thinking about things differently. Когнитивная реструктуризация, когда мы меняем свое мышление на этот счет. Using problem-solving. Reducing our arousal by meditation or medication. We can accept our emotions. And we can modify our beliefs about emotion. So the goals of emotional schema therapy are these. Difficult and painful emotions are universal. These emotions evolved because they warn us of danger and tell us about our needs. And we try to help patients identify and change their problematic strategies. such as trying to suppress and avoid and eliminate emotions. We encourage expression and validation of emotion. We want to identify a variety of emotions and help the patient label them. We want to help them identify a variety of emotions and help the patient We want to normalize emotional experience including painful emotions and emotions that people are ashamed of. and we want to collect information about emotion using experiential techniques. We want to собрать information about emotions при использовании эмпирических техник. So patients and therapists have theories about the causes of emotion. And we want to have a theory about the causes of emotion. Which I won't go into today because of time. I won't go into today because of time. So some patients have a theory that I have to change my entire life. or some of them think that my emotions are fixed. Dругие думают that they can never change. Or I have to understand the past. Or I have to wait for the medication to take effect. or other people have to change. This is part of the patient's theory about his or her emotion. Some people think why should I change. And these are some ways in which people think they could change. some patients have a belief that my mind should be completely pure. У некоторых пациентов есть такая концепция, что у меня должно быть полностью чистое сознание. My emotions should always go in one direction. У меня я всегда должен испытывать только одни определенные эмоции. That I cannot tolerate having mixed feelings. that there are good and bad feelings. And I have to control all of my thoughts and feelings. This is what I call the pure mind belief. It's black and white thinking about emotions. But this is what our lives are really like. A kaleidoscope. This is based on my theory that we're all a little crazy. And I use myself as an example. So there's always all of the emotions are adaptive in certain circumstances. I reject the idea of higher and lower self. It's all the same person. We often think about I don't want somebody with baggage. Everybody has baggage. It depends how heavy it is. Some people have carry-on baggage. And some people have very, very heavy baggage. But relationships involve helping each other carry our baggage. Но отношения по сути состоят в том, чтобы помогать друг другу нести тот груз, который у нас есть. Some people have beliefs in emotion perfectionism. There was a book years ago called I'm OK, You're OK. Давным-давно была такая книга по-английски I'm OK, You're OK. со мной все в порядке, с тобой все в порядке. Nobody really believes that. На самом деле никто в это не верит по-настоящему. I have a better idea. I'm not OK, You're not OK, but that's OK. Со мной не все нормально, с тобой не все нормально, но это нормально. We normalize the abnormal. Everyone is disappointed. Nobody gets exactly what they want. What we have to do is accept emotions, but also contain them. When you're in a loving relationship, it's almost like you're walking through a cave together in the dark. This is the relationship room. Think about your relationship as all of these objects in the room which reflect your memories and your experiences. Reflect the happy emotions that you have and the sad emotions you have. ощущение счастья, ощущение печали, разные эмоции. So in this room you make room for other emotions that you have. And what in this room you make room for other emotions that you have. Some people can't stand the idea of having mixed feelings. Nекоторым людям противна сама идея о том, что у них могут возникать какие-то смешанные или противоречивые эмоции. I can't get married because I have mixed feelings. And so they think, I can't get married, because I have mixed feelings. Потому что у меня смешанные чувства противоречивые. I had a patient who was 33 years old who was with this woman for three years and he was unsure if he should get married. He said it was the best relationship he ever had but he had mixed feelings. So I said to him if you're 33 years old and you know somebody for three years and you don't have mixed feelings you're an idiot. I asked him to name the people who he liked the most. Every one of them he had mixed feelings about them. And every one of them had mixed feelings about him. I asked one patient this question, a woman, is there anybody you don't have mixed feelings about? And she said, yes, my cat. I said, that's why cats rule. So some people have these beliefs about mixed feelings that it's either all good or all bad. I should be completely happy. Some people think that love is of perfection. I remember I was on a plane and I was talking to a woman in front of me. And her daughters were in the front row and they were laughing and talking. На следующем ряду перед ней сидели ее дочери и они смеялись, болтали. И одна из дочерей была умственной. неполноценной. And she said to me, you know, when they told me that she was going to be retarded, I thought, I don't know if I'll be able to handle that. but when they put her in my arms, I knew I would be able to handle it. And I said, when you love somebody, you're capable of things you never thought you could do. So if we think about love as a tool that we use to help somebody to be compassionate, to overlook problems, to solve problems, then we have power in our relationships. One patient said to me, he was having a relationship and it was, you know, problematic. She had problems, he had problems. And he said to me, what is the key to a long-term relationship? I said, years ago, I used to do a lot of windsurfing and I went to one part of the island to see Michael, who was the great windsurf hot dog on the island. I said, Michael, what's the key to windsurfing and heavy winds and heavy waves? He said, Bob, it's rock and roll and commit to the action. And that's the key to a long-term relationship. So some people have existential perfectionism. They think there's an ideal life. They can't tolerate frustration. They demand everything. They have dissatisfaction syndrome. They have dissatisfaction syndrome. They feel disillusioned. They're looking for the perfection that never exists. All the time they seek to have a perfection. They don't have a perfection. I think about what could make you cry. I think about finding the meaning in life what could make you cry. What does crying signify? Sadness and loss being overwhelmed the deepest meaning. crying can also signify sincerity and gratitude and appreciation. Слезы могут быть также признаком искренности, благодарности и уважения. Crying is something that we share with each other. И слезы If I fall in love I'll get hurt. And I don't want to suffer. I think everybody suffers. I think everybody suffers. Because everybody we love dies, we die. The question is not whether we suffer, it's whether we live a life worth suffering for. But the question is not whether we suffer or not, but the question is worth it. Maybe we see the meaning of our lives through our tears. In the play by Brecht, Mother Courage and her children, there's a scene where Mother Courage is holding her dead son. And somebody who saw this play in Berlin said, at this scene Mother Courage reaches out and cries. But there's no sound. It's a silent cry that everybody feels. The loudest cry. It's a silent cry that everybody feels. it's a loud cry. It's a loud cry. I think about clarifying our values in therapy. Мне кажется, в терапии очень важно прояснять ценности. I had a patient who was upset that he lost money. У меня был пациент, который очень сильно переживал из-за финансовой потери, серьезной. Я сказал ему, представь себе, что у тебя забрали все. У тебя нет тела, у тебя нет семьи, у тебя нет воспоминаний. Я буду возвращать тебе все эти вещи, которые у тебя забрали, по одной, если ты сможешь убедить меня в том, что это действительно важно. Итак, мы с ним прошлись по всем его дочерям, поговорили о его жене, он говорил о том, что и все эти люди значат для него, за что он их ценит. Я подумал, что если бы ты потерял свою осень, и ты не могли видеть ничего, что бы ты хотела видеть за 20 минут? Зрение, и у тебя была бы возможность вернуть его обратно всего на 20 минут, что бы ты хотел увидеть? Иногда именно наши слезы помогают нам прояснить то, что является самым ценным. Подумайте сейчас о себе и о том влиянии, которое вы оказали на тех людей, с которыми вы работаете. Подумайте о всех людях, которые сделали вас тем, кем вы сейчас являетесь. Родителям, друзьям, братьям, сестрам, учителям. Все люди, которые сделали ваше существование возможным, они как бы все соединяются в вас. И мы все время поднимаемся по этой лестнице к некому высшему смыслу. И это одна из главных идей той работы, которую я делаю. И мы все время поднимаемся по этой лестнице. И мы все время поднимаемся по этой лестнице. И мы все время поднимаемся по этой лестнице. Спасибо. Спасибо. Аплодисменты. Спасибо большое, дорогой Роберт, за такой важный, содержательный и эмоционально захватывающий доклад. Позвольте символически поблагодарить вас и небольшой презент от нашей ассоциации, от всех ее участников. Но в первую очередь сердечная благодарность вам и контакт, я думаю, от всех, кто здесь присутствует и от всех, кто сейчас еще далеко от нас. Но мы обязательно донесем вот этот сердечный импульс, который мы получаем от вас. Аплодисменты. Здесь присутствует научный редактор издательства «Питер», издательский дом, с которым мы сотрудничаем уже много лет. И мы благодарим это издательство за возможность публикации и трудов Роберта Лихи и других известных когнитивно-поведенческих психотерапевтов и вообще психологов и психотерапевтов всех направлений. Поэтому спасибо издательству «Питер» за уже 30-летний труд, просвещение, донесение до нас самых свежих знаний. И мы хотели бы передать слово Тамаре Евгеньевне Шапошниковой с поздравлением нашему дорогому другу и коллеге Роберту Лихи. Добрый день. Я представляю издательство, которое уже 30 лет делает психологическую литературу для читателей России. И наша миссия – это нести самое новое, самое актуальное, самое важное знание о людях, для них, для тех, кто с ними работает. Мы счастливы, что вы наш автор. Ваши книги пользуются колоссальным успехом среди русскоязычной аудитории. И в память о нашем прекрасном городе и нашем издательстве мы хотим подарить продукцию Ленинградского фарфорового завода. Это блюдо «Фонтанка белой ночью». В цветах ассоциаций, да. И мы надеемся, что вы будете помнить о нас так, как мы любим и помним о вас. И в наших планах дальнейшие книги. Так что наше сотрудничество продолжается, и мы очень этому рады. Дорогие коллеги, друзья, сейчас перед тем, как Роберт будет подписывать книги, ну, в первую очередь, надеюсь, его самую свежую книгу «Терапия эмоциональных схем», может быть, у кого-то есть слова благодарности, импульс, опять же, такой душевный, может быть, заготовленные стихи и поэмы, как у одного из наших членов ассоциации, или еще какие-то желания, спонтанно возникшие за последние минуты. Мы приглашаем вас на эту сцену. Хорошо. Тогда я думаю, что мы плавно перейдем сейчас к автограф-сессии. Может быть, Роберт что-то хочет сказать? Спасибо всем, что пришли. Это было настоящая честь, быть здесь с вами. Спасибо. Спасибо всем, что пришли. Для меня это большая честь быть здесь с вами. Спасибо.